И еще одна просьба о помощи. На этот раз из Ленгасова. Не живем, а выживаем. Так говорят жильцы дома номер 37 по улице Комсомольской. В их подъездах разрушаются стены, обваливается потолок, лестничные площадки превратились в помойку. Люди устали жить в постоянном страхе за жизнь и здоровье. Когда же власти планируют переселить отчаявшихся кировчан, знает Ольга Мартынова. Дом с жадником, обычный был жадник. А когда-то дом с нарядным фасадом был весьма приличным и ухоженным. Общежитие построили в 60-е годы. В здании была столовая, а дежурил вахтер. Сейчас же на балконах свалка и проросшие деревья. Некоторые окна выбиты, кое-где приперты балкой. Тогда зачем мы платим за этот аварийный ремонт? Он же туда входит. Уборка территории, ремонт стен, потолков, полов. Но это ничего не делают. То есть деньги куда-то уходят. Раньше мы платили капремонт по 600 рублей. Вот сделали капремонт. В 2018 году власти дом признали аварийным, а значит непригодным для проживания. Людям предложили переселиться в маневренный фонд. Однако, со слов жильцов, условия там еще хуже. Поэтому на свой страх и риск они остались здесь. Мне вот страшно тут стоять, если честно. Потому что тут все поднило, провисло. Но если это все отпадет, то, мне кажется, точно прибьет кого-то. Сергей Рыжов рассказывает, что в туалет на первом этаже ходить без защитной каски просто опасно. Потолок рушится на глазах. В ванной плесень, выбоин не сосчитать, а света и вовсе нет. Я работаю до 7 часов, прихожу домой, достаю телефон, включаю фонарик, ставлю фонарик и как пещерный человек, можно сказать, моюсь. За коммунальное обслуживание, согласно квитанциям, жильцы в среднем платят 3000 рублей летом. Зимой порядка 5000. И это за 15 квадратных метров. И нечеловеческие условия для проживания. Если вы хотите бесплатно попасть в 5D кинотеатр, то вам точно в Ленгасово на Комсомольскую 37. Острые ощущения гарантированы. Это и наводящие ужас трещины на стенах. Дыры в потолке, тараканы, омерзительный запах, антисанитария. Ну как вам такие спецэффекты? По данным администрации, жильцов до сих пор готовы переселить в маневренный фонд. Для этого желающие должны написать заявление в теруправление. А что касается расселения дома по муниципальной программе, то оно запланировано на 2026 год. Ольга Мартынова, Никита Луковников, Бюро новостей Давича.